Часто у меня появляется ошибка P2015 и недавно я в мастерской снял пускной коллектор, чтобы подровнять, отрегулировать датчик положения заслоны пускных каналов. Кроме этого, портовой компьютер часто записывал и выдавал ошибки P0-121 и P15-50 ТОСЭЛ. Это указывает на то, что в какой-то момент ТРОСЭЛ работал неправильно. Такая ошибка может быть вызвана из-за неисправной работы датчика положения заслоны пускных каналов. Неправильная подача воздушной смеси в двигателе. Или причина самой неисправной работы ТРОСЭЛ. 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 И так как у меня был разобран пускной коллектор, решил воспользоваться этим моментом и разобрал ТРОСЭЛ. Оказалось, все очень просто. Нужно отковыкнуть пломб, открутить винтики и все. Сенсор в этом ТРОСЭЛе бесконтактный и она находится в крышке. Исходя из того, что оно бесконтактный, шанс выхода ее строя мизерный. А на более ранних моделях автомобилей сенсоры портятся чаще. Когда сенсор контактный, натирается и портятся дорожки. Далее, на что нужно обратить наше внимание, это шестерни. Они у меня в идеальном состоянии. Если есть износ или зубы поломаны, тогда обязательно нужно что-то предпринять. Соменить шестерни, отремонтировать или купить вообще новый ТРОСЭЛ. Потом вынимаем моторчик и осматриваем в каком он состоянии. От исправной работы моторчика зависит очень многое. Вынимается очень легко, открутив маленькие винтики. И потом разбираем сам моторчик. Делается это тоже очень легко. Смотрим внутрь внимательно. В каком состоянии ротор и тому подобное. И чистим с помощью нулевой наждачной бумаги, если там черный пыль, нагар. Очистить ее желательно, чтобы понизить сопротивление. Можно и применять специальные жидкости для очистки контактов. Вот, например, такой. Потом собираем дроссель в обратном порядке и все. Вот, например, такой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok